день добрый хотелось просто вот снять видео показать вам что я заготавливаю на чем работаю сейчас вообще поговорить просто как один сказал из подписчиков не буду называть его имя это же клуб получается у нас создался единомышленников клуб бородобреев как бы так и поэтому вот и хочу с вами поговорить то есть том о всем обо всем ну по теме естественно по теме все остальное останется за кадром снимали на мобильник потому что камеру оставил дома снимал на вертушке видео и поэтому ну тут показывать особо нечего поэтому мобильника будет в принципе достаточно давайте начнем сразу того то есть как быть по делу зачем работаю моделька 22 но кстати на 220 22 вот так ободранные выглядит вот так что не ободранные вот это маленькая модель уха 1718 можно мерить можно кромка есть вот сейчас она девятнадцать и семь девятнадцать и семь миллиметров но тут дофига чего уберется ну восемнадцать с половиной это прям максимум что может остаться а то и меньше того вот вы уже знакомы с этой моделькой то есть уже есть те люди которые уже взяли те кто уже протестировал кстати заходите у меня подписчиках если хотите я внизу оставлю ссылочку под видео или в комментариях к игорю из нефтьюганского он уже такой бритовка и бреется тестирует собирает впечатление вот так вот еще есть один человек но он просто видео не снимает поэтому он ничего не покажет так но игорь может за него ответить потому что как бы сами друзья и поэтому он в курсе как там проходит все этот момент как бритва себя в работе показывает вот эта моделька вот из там крайних больших я их производил который семь восьмых это все дамасской сталь все чуть не болтанул про другое что хотел сказать вся две тысячи шестьсот слоев а после этого спрашивают мол а для ножа такую сталь здорово но если для ножа но это перебор потому что для ножевой кромки для тех целей которых она используется это реальный перебор просто вы просто уплатите деньги на ветер потому что у бритвы своя кромка которая должна быть тончайшая там идеальная то есть именно для бритья и на что вот чтобы как говорится не не царапалась не драла волос рубила все дела у ножа уже там попроще и там по сути 800 тысяч слоев будет прям вот общем максимум прям что нужно для ножа для его кромки но там уже цена разу два подешевле даже не в два чуть еще меньше то есть цена чем два раза вот ну что ж ладно ножи делать точно не хочу они меня вообще не радует 5 штук то есть буду в один раз гнать дальше это вот моделька это вот моделька то есть вот такая же примут то есть по формам я имею ввиду но у нее пошире эру естественно пошире лезвие а так в общем формы и длина одинаковая это вот ширина под батчер дорогостоящий который там за супер-пупер деньги продается но 22 почти если округлить давайте так вот в чистоте будет ну пускай скажу 21 а то и 20 20 с половиной вот так вот будет это вот считайте сами то есть батчерок уже такой будет вот русский батчер уже широким лезвием кстати много оказывается очень много любителей широкого лезвия поэтому вот как вариант я вот любитель 5 восьмых а это моя прям вообще но на сейчас почти 6 восьмых но после обработки она будет ближе уже 55 восьмых с плюсом как-то так а этот 8 мне объяснил тоже моделька тоже пять штук тоже буду гнать как-то в один раз ну то есть в один заход но это все будет постепенно с чего начать я пока даже даже не размышлял в принципе даже не знаю честно может вот и с этих вот начну потому что у меня таких сто лет уже не было которые будут французским носиком вот их четыре штуки всего тоже тоже дамаска сейчас это не на камере это на телефон тут поймать надо тут конечно не формы так немного подыграются изменится по ширине даже не замерял нарисовал на глаз как понравилось так и оставил даже понравилось 20 с половиной то есть 20 05 в итоге нашу 9 6 8 6 8 в итоге будет уверенных вот такая вот моделька вопрос сейчас грубо выглядит конечно все вот это контур на примерно я потом буду какой-то уже рисовать принципе я когда отработаю это по сути я не шлифую там не точу ничего такого не делаю я рисую по сути то есть художник рисует кистью пейзажи там тур морды портреты там все прочее а я то есть рисуем бритвы вот так вот как бы то есть из бумаги вот то что на бумаге пример там получается вот такой вот я его в 3d исполняю дальше давайте опять на примере вот это вот скажу был разговор как-то в комментариях в youtube естественно там то есть по ватсабу теперь общаюсь чуть-чуть конечно по нему общаться мне не все получается но все же уже более-менее и в ютубе вот это два основных момента где я общаюсь еще в контакте но там идет просто захожу проверить там больше как бы как на кладбище там тихо так спокойно что да о чем я то есть была задумка такая сделать клеймо вставное то есть здесь будет отверстие здесь будет вставлен четырех миллиметровый стержень так будет выглядеть понимаете сколько место займет вообще хотел 5 миллиметровый но него все бритвки он подойдет хотя так думка есть будет здесь установлен я пока не знаю думаю сверлить но я буду пробники делать сверлить пример 4 миллиметра и вставлять туда такой вот 4 миллиметровую 4 латунь либо сверлить 3 и 9 и прессовать туда конкретно что наверно скорее всего и сделаю опять ту же четырехмиллиметровую вот это и 5 миллиметровую прикупил латунь вдруг вдруг что-то где-то поменяется но заказал уже клеймо клеймо уже сказали что изготовили это пока на пробу лукавка к все остальное не убралось в 4 миллиметра диаметром это тут представляете что это ну там вот это трех миллиметровый вот так вот в торец надо будет ткнуть клеймо то есть это вообще надо попасть не только что не то чтобы там был здорово аж просто попасть сейчас я покажу поближе что-то вот сверло 4 миллиметра вот в такой кружок нужно будет попасть клеймишка вот это клеймо мне уже изготовили и увидел только на картинке нарисованным и поэтому жду когда он приедет все оплачу и там будем думать смотреть пробовать пытать не знаю что получится конечно стараюсь что получится должно получиться чтобы хорошо уже вы стараться так 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 ладненько что еще да еще подкупил вот такие вот g10 потому что многим понравилось мне саму кстати нравится и цвет и сам материал в оправах вот поэтому буду продолжать делать из g10 ну и так далее так далее там уже по ходу будем разбираться до заготовок у меня и стали там у 10 шаха 15 и особенно из новой бритвенной стали у 8 уже найти сколько то себя вот так вот вот так вот взять уже их не смогу в руки там вот так вот прям вот столько заготовок пока был момент пока были денежки я умудрился заготовить на всю оставшуюся жизнь еще меня хватило на все это дальше что-то еще хотел сказать по поводу бритв ну ну давай 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 вспоминай так нет не вспомним ну ладно вспомню скажу в общем я это кассу которыми одержится такая вот именно для производства бритв я почти восполнил ну конечно не хватило тысяч двадцать но уже хорошо прям хорошо я уже начал работать я уже начал шевелиться и уже начал какие-то движухи там твари вот дальше а кстати у меня сегодня позвонили а почему никогда не вижу ваш фейс то есть как вы выглядите с кем я разговариваю вот сейчас хотел это сделать думаю засвечусь для конечно не любитель так на камеру вот ну как ты не знаю но у меня просто вот это фронтальная другой стороны камеры вообще не работает у меня телефон уже трижды раз трижды упал этим углом где-то камера и камера повернулась в сторону там вообще просто темно и включаешь и там темно ничего не показывает ну ладно как-нибудь как-нибудь увидимся говорится ну вот вроде пока все сказал по бритв ком по планам хочу сейчас именно работа только замазкой стали хочу чтобы она мне просто уже была в ассортименте на любой выбор на вкус и цвет а потом уже там вот это вот приду к 8 там и так далее хотел рассказать вам также про камни на данный момент которые у меня имеются который я уже тестирую вовсю вы из предыдущие все камни видали вроде бы как короче говоря там ничего показывать нечего то есть все там когда по грязновой проходятся это у меня искусственные вот модель япон и даже не япон там очень всякое разное они одинаково все работают искусственники дальше который у меня давайте сейчас покажу ну к паузу секундную вот это то что я уже пользую так в принципе уже более-менее давно не то что давно но полгода года мне помню что это уральский сланец вот такой вот ширины ширина мне очень шикарные просто сколько не знаю сейчас узнаю вместе 100 100 ширина и фиг знает сколько 200 где-то длина вот такой вот удобный камушек это уральский сланец у него примерно грязность как там заявлено было продавцом 12000 но примера где так и есть он очень жесткий очень гладкий правда его начал надо было вывести это плоскость сначала там очень долго это все происходило но зато потом 2 что я хотел сказать у меня на данный момент есть камушек накаяма камушек конечно вот такой вот ширины такой длины ну его хватает для заточки бритв и правда тоже что надо будет подровнять но он сейчас в рабочем состоянии то есть что получается я конечно честно сказать ждал пускай маленького но чудо но по сути я пока что может ее просто не раскрыл поэтому не буду что-то утверждать но пока я вот затащил на нем три бритвы да одна из них моя которая бреюсь то есть его позиционирует как скоростной мелкий финишник скоростной мелкий финишник да но скоростной нет вот это вот побыстрее будет работать причем раза в два той два с половиной чем накаянка скоростная у нее сходи твердость кому интересно опять с плюсом и типа гридность там 15000 плюс у накаямы хотя полировка от этого более зеркальная так что еще не знаю у кого 12000 а у кого 15 с плюсом тогда здесь уже ближе к 18-20 получается если так разобраться вот суспензии здесь убивается сразу ведь и даже не мою специально чтобы перед использованием смывать и пыль который попала вместе суспензии смылась вот я поэтому камушки никогда не мою после использования ну именно здесь который бусинской чтобы не пыль не глотались которые не глотаются там даже мелко я вот ее смою вместе суспензии да и что получается я бритвка начинаю шваркать через полминуты здесь суспензии столько что просто добавляет она каяма нет и там нужно ее убивать если бритвкой шваркать это там надо очень долго и очень упорно это во первых во вторых по моим сталям на каяма конечно кашляет потому что вот вот это вот уральский славянец он фигачит мою стали вообще не понимаете ему вообще по барабану какая там стали мне кажется он алмаз будет ее алмаз нет алмаз не возьмет я так примеру ощущениях ладно ну вот что еще да так как я могу сказать про другие бритвы которые там затачивала вот про свою скажу потому что я бреюсь только своей бритвой который у меня на складе я никогда ими не бреюсь и не буду бриться потому что это как-то не по мне и поэтому такие вот меня понятие что бритвами которые продажу я не брить они просто новые потому что человек хочет купить новые он получает новый поэтому я пробовал только на своей бритвки бритвка у что-то между 1 4 до 2 вогнутость дамаск затертый весь конечно уже ну там уже широкие кромки на точке потому что на ней пользую на своей бритве там все испробую там камушек явился пробую издеваюсь там по всякому то есть тестовая и вот но заточил я на накаяме как вам сказать то есть вот после этого камушка бритовка бреет резво бреет хорошо бреет уверенно после накаямы ничего не меняется она также бреет также уверенно правда этого драйва как вот игры говорит драйв во время бритья убавляется после накаямы но прибавляется безопасность то есть бритва становится более безопасной потому что я себе уже позволяю более такие дерзкие движухи во время бритья и она мне так еще не порезала хотя я принципе уже был готов к этому я ждал это потому что после того камня с такими дерзкими движухами там резкими там задержать обушок прям шушу так вот я ждал пореза но не получил вот накаяма в этом выигрывает ну по сути это единственный плюс в котором она выигрывает вот этот камушек но ко мне идут два камушка немецких не помню название но таких самых самых таких вот на тест идут я буду их пробовать то есть прикидывать опять я бы опять будут батл устраивать между ними посмотрю на что способны немцы финишники потом ко мне еще идет американский камень еще какой-то там не забыл называли на буду смотреть в общем буду тестировать будет с чем поработать будет с чем два камушка идет на тест с последующим возвратом а еще там пару-тройку даже ко мне идет в подарок мне подарили и вообще последнее время весь подарках кстати меня прям реально душа такая прям поет но я люблю дел подарки на чтобы не делали даже как-то непривычно я не знал что мне это нравится оказывается я думал я подарки не люблю а как вот поперл так поперла блин авто шейф и там идет еще подарок там можем так вот табак мне подарил вот из краснодарского края собственного производства ну в общем весь подарках весь какое ощущение что у меня какой-то юбилей какой-то мощный прям не не знаю ладно замяли 8 и вот расслабился буду делать вот этот тест-драйв как говорится всех камней и сравнивать что же лучше что мое и что именно для бритв вот не тоже один человек то я подарил камушки меня послал сейчас не едут найду свой дзен как сказала роман яковлев своем отзыве про бритву вот ищу свой дзен поэтому вот пока я вам сказал то что я получил и что получилось из этого ну в общем я пока не 50 и 50 очень чудо не произошло но может я все-таки его раскрою потому что явно на это нужно много времени и много сил и как будто осознать этот вот познать камень нужно познать ну что я вроде вам все рассказал даже кажется вот если по теме по теме то вроде как все уж совсем при мелочами отложилась в техническую часть не буду грузить как бы поэтому да давайте на этом тормознемся я доделаю свой уже заказ когда делаю там уже последние штыки такие мелкие вот сейчас мне еще часик поработать и я себе хочу еще выходной сделать целые сутки спустя месяц да я работаю без выходных поэтому выходные скучно там делать ничего поэтому сделаю себе выходной ну а после выходного с новыми силами думаю мы тут порвем как говорится порвем ну что ж на этом все не буду больше мутозить тянуть время и поэтому извольте это распрощаться до новых встреч как только что-то будет что показать рассказать сразу же прямо скажу моментально все как есть а на этом до свидания спасибо за внимание увидимся